Здравствуйте! Вы смотрите новости пятого канала в студии Татьяна Тункуйсю и в начале коротко о главных темах. В том числе по факту привлечения совершеннолетних в труду. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 17-летнего парня в Красноярске. Есть водители дисциплинированные, есть нет. На дорогах Каннска становится безопаснее передвигаться все это благодаря новым светофорам. Пожалуй, это наша самая экстремальная серия. Очередная серия фильма к столетию Каннского района. Сегодня специалисты расскажут о Макруши. В Каннском районе 10-месячная девочка случайно съела мышиный яд и отравилась. Малышка была дома с мамой, которая в этот момент готовила еду. Играя, девочка нашла на полу выпавший из кухонного шкафа кусочек мышиного яда и разжевала его, рассказали в полиции. Увидев крошки химиката на одежде ребенка, женщина тут же обратилась к местному фельдшеру, а затем на скорой отвезла ее в Каннскую больницу. К счастью, все обошлось. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Накануне мы рассказывали о ЧП, случившемся в одном из торговых центров краевой столицы. Очевидец и один из пострадавших пообщались с нашими краевыми коллегами и рассказали, как все произошло. Подробности далее. Полиция, прокуратура, следственные органы, судебно-медицинская экспертиза и окровавленные бинты. Так выглядела территория перед торговым центром буквально через час после произошедшей здесь трагедии. Внутри все завалено разрушенными строительными конструкциями, демонтажом которых и занимались трое молодых людей. Это, вероятно, и есть то самое место, где в момент обрушения находились рабочие. Это место очищено, но вокруг продолжает лежать кирпичная кладка и куски стены, которые весят, очевидно, не один десяток килограммов. ЧП произошло примерно в 18 часов. В результате обрушения кирпичной кладки травмы получили три человека. Это молодые люди в возрасте от 17 до 18 лет. Двое из них сейчас находятся в больнице. Один, 17-летний пострадавший, скончался в машине скорой помощи. Мы с напарником таскали мешки с мусором строительным. Трое парней, пострадавших, загружали мусор в строительные мешки. В какой-то из моментов мы берем по одному мешку, начинаем оттаскивать их с места работы и слышим за спиной грохот, шум. Я оборачиваюсь и вижу, как парней заваливает потолок. Мы, получается, долбили стену, долбили ее. Я взял мешок, поворачиваюсь к Кириллу, и потолок на голову упал. И когда упал, меня пацаны достали. Я слева смотрю, то есть звуки какие-то. Я понял, что там Кирилл лежит. Узнал, он там, а вот так делал. И каприз на кипит не подавал. Его пацаны вытащили, но скоро, когда закинули его, он умер. Известно, что все трое пришли сюда по объявлению из интернета. Трое молодых людей в возрасте 17-18 лет, прочитав объявления в социальных сетях о наборе сотрудников для выполнения демонтажных работ, связались с инициатором объявления и выразили готовность приступить к работам. За работу парням обещали по 3000 рублей в день. При этом ни о каком официальном трудоустройстве речи не шло. Предварительно установлено, что работы по демонтажу стены и потолка производились бригадой рабочих без оформления трудовых отношений и соблюдения техники безопасности. Прокуратурой района организована проверка, в том числе по факту привлечения несовершеннолетних к труду, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Производством демонтажных работ в здании торгового центра занималась компания, которая специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Сейчас по факту нарушения правил безопасности, повлекшего по неосторожности смерти причинения тяжкого вреда здоровью, возбуждено уголовное дело. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также список причастных к этому ЧП. На дорогах Каннска становится безопаснее передвигаться как пешеходам, так и автомобилистам. Все это благодаря новым регулировщикам движения. На каких улицах светофоры уже установлены и где еще появятся в ближайшее время, расскажем в сюжете далее. На одних из самых оживленных улиц Каннска этим летом были установлены новые светофорные объекты. Один из них появился на перекрестке Гетоева и Пугачева, второй на перекрестке Ленина-Горького. Светофоров на данных участках никогда не было, что доставляло аварийные ситуации и неудобства пешеходам. На сегодняшний день проблема ушла. Теперь водители и пешеходы могут смело преодолевать свой путь на регулируемых участках дороги. Есть водители дисциплинированные, есть нет, которые дисциплинированно пропускают пешеходов, а некоторые не пропускают. Так что вот эта вот безопасность, прежде всего, движения и людей себя оправдывает. Намного безопаснее, я в этом районе живу уже много лет, и, конечно, эта авария была опасной, очень перекресток. Здесь было много всяких неприятных моментов у автомобилистов и у пешеходов, а сейчас приятно ходить. Не так страшно, да, и за себя, и за своих близких, и вообще за тех детей, которые здесь ходят. Здесь рядом спортивный комплекс, здесь очень много народу ходит. Удобно сейчас не только пешеходам, водителям также стало намного безопаснее передвигаться на данном перекрестке. Очень удобно, потому что раньше было, ну, долго ждешь, пока едет эта главная дорога, сейчас вполне, да, все хорошо. Не боишься, что в тебя кто-нибудь впишется. Специалисты службы заказчика рассказали, установка светофорных объектов стала возможна благодаря участию в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги». На эти цели было выделено финансирование в размере около 2,5 миллионов рублей. К слову, специалисты уже заметили положительную обстановку на участках, где были оборудованы регулировщики движения. Первым делом мы все это акцентируем внимание на пешеходов. То есть пешеходы уже, понятно, как говорится, смотрят по светофорным секциям, разрешение светофорам. То есть уже, как бы, пешеходы начинают двигаться по своим разрешающим светам. Ну и водители начинают уже привыкать. Аварий за последний месяц информации от ГИБД не поступало в аварийной обстановке. То есть как минимизировалось, даже устранилась уже ситуация на перекрестке у Ленина-Горького. В ближайшее время новые светофорные объекты типа Т-7 появятся вблизи образовательных учреждений. Возле школы номер 8 и 11, а также возле детского сада номер 45. Установлены они будут за счет местного бюджета. Это примерно 1 миллион рублей. Кристина Куч, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Сразу после небольшой рекламы вас ждет блок коротких новостей и другая полезная информация. Оставайтесь с нами. Подключайте сверхскоростные тарифные планы от Орион Телеком и наслаждайтесь всеми современными возможностями интернет-сети. Смотрите видеоконтент в самом высоком разрешении, пользуйтесь интерактивным телевидением, играйте в онлайн-игры с минимальным пингом, общайтесь в видеоконференциях без зависаний, скачивайте большие объемы данных за минимальное время. И все это доступно сразу для нескольких устройств домашней сети без потери качества связи. Орион Телеком. 8 800 234 40 60. Весна пришла, готовим технику, готовимся к посевной компании. Трактор-деталь. Новое поступление запчастей для тракторов и спецтехники. Качество, лояльные цены, оперативность. Поможем в выборе продукции, дадим консультацию по любому вопросу, выполним доставку на дом. Название магазина запомнили? Да, трактор-деталь. Магазин «Трактор-деталь». В этом году Каннскому району исполнилось 100 лет. Специалисты пресс-службы администрации объездили все сельсоветы, входящие в состав района. И сняли о каждом мини-фильм, в котором рассказали об истории, долгожителях, знаменитых личностях и о многом другом. На протяжении двух недель в своих выпусках новостей мы будем их показывать. Зинаида Никитична Баюшкина, представительница мордовского народа. Живет в Макруши, а свою молодость провела в Михайловке, которая в районе считается мордовской деревней. Баба Зинаида любит принимать гостей и готовить национальное блюдо – мордовский лапшовник. И делает это в настоящей русской печи. Но вы, конечно, можете использовать духовку. Так начинаем. Готовим лапшовник. Вам понадобится 1 литр молока, 300 граммов мелкой вермишели, 10 яиц, соль и сахар по вкусу, 1 столовая ложка сливочного масла. 1 литр молока закипятить, вермишель довести до полуготовности, немного остудить. В отдельной миске взбить яйца, добавить по вкусу соль и сахар. Влить взбитую массу в молоко и вермишель, все перемешать. Поставить на угли в русскую печь на 40 минут. И можно есть. Вот и готовый лапшовник. Приятного аппетита! Зинаида Никитична, вкус очень нежный, просто тает во рту. Не знаю. Вкуснятина. Очень вкусно. Ешьте, ешьте. Ешьте на здоровье. Пока Женя за кадром, он сидит и облизывается. Евгений, конечно, все-таки попробовал мордовский лапшовник из русской печи. В печи Зинаида Никитична готовит кашу и щи в чугуне, оставшимся от матери. А еще каленые яйца. Вот еще у нас любят каленые яйца. Вот мы всегда каленые яйца. На 9 мая у нас вся мордва собирается в Михаловке. Я родилась в Михаловке. Михаловка из Красноярска. На 9 мая у нас все приезжают. И все. А где каленые яйца? А где каленые яйца? А вот я еще немножко подержу и вы это возьмите с собой. А это вы просто сырое яйцо кладете и туда? Сырое, сырое яйцо. То есть они не вареные, а запекаются в печи? Да, и они, знаете, вот такие коричневые становятся. Это когда долго ты держишь, часа два-три надо. После таких угощений у нас заметно прибавилось сил. И они нам понадобились. Потому что следующим пунктом в Макруши была тайга. Пожалуй, это наша самая экстремальная серия. Прямо сейчас мы едем с главой Макрушинского сельсовета Михаилом Веденеевым. Вот он за рулем. По настоящей таежной дороге мы едем на Макрушинские столбы. Это место мало изучено. В нем мало кто бывал. И можно сказать, мы будем первыми, кто снимет эти края. Но отправляйтесь с нами. Дорога к этим местам непростая, долгая. Машину кидает на ямах, обливает из луж, а пассажиров заставляет крепко держаться за поручни. Но когда оказываешься на Макрушинских столбах, понимаешь, оно того стоило. Это невероятное место показал глава Макрушинского сельсовета Михаил Веденеев. Добрались, докуда смогли на машине, а дальше пошли пешком. И открытие было бы самым обыкновенным, тривиальным, можно сказать, если мы не одно, но завело нас сюда преследование барсука. Этот наглый индивид позволил себе перейти нам дорогу и начать скрываться в лесу, чего мы не могли оставить безнаказанным. Так мы и нашли здесь эти скалы. Жив барсук, с барсуком все в порядке. Впечатления самые положительные. Не ожидал, что здесь у нас может быть такое. Не претендую на первооткрывателя. Наверняка старики, которые здесь охотились в прошлом веке, наверняка они это все знают. Но кто бы рассказал, никто же не рассказывает и не показывает. Вот вам показываю. Теперь знать будут. Может быть, миллионы лет назад здесь из-под земли выбросило магму и она застыла на поверхности. Выглядит так, будто великаны играли, складывая друг на друга огромные камни. Теперь в этих местах правят дикие животные. По дороге назад нашли следы медведя, лося и косули. За Макрушей места дикие, таежные, а люди здесь крепкие и суровые. Но все же не чужды искусству и музыке. Есть в Макруши знаменитый ансамбль шумовых инструментов «Задоринка». Ранее им руководила Анна Батина, она же его и создала. Без этих веселых девчонок не обходится ни одно мероприятие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин На территории городской библиотеки имени Аркадия и Бориса Стругацких состоялся фестиваль развития и отдыха «Умный фест». Порядка 20 организаций и активных жителей Каннска стали партнерами фестиваля. Резиденты презентовали изделия ручной работы от мягких игрушек до свечей и мыла. Каждый гость смог познакомиться с нейроиграми. На познавательной площадке «Экспериментум.Лаб» почувствовали себя настоящими физиками и поработали с экспонатами. А также учились подбирать украшения под свой образ. Кроме того, творческие коллективы порадовали зрителей яркими номерами. И, конечно, не обошлось без вкусной еды на фудкортах. Сотни людей посетили мероприятия и каждый смог выбрать для себя понравившуюся развлекательную локацию. Больше всего присутствующих привлекли площадки танцевальных мастер-классов. Несмотря на жару, гости активно зажигали под ритмичную музыку. У нас были танцевальные мастер-классы и они более такие востребованные были на нашем фестивале. Были даже малыши, бабушки, дедушки. Ну и, естественно, была молодежь, родители и ребятишки. Танцевали все. Танцевали все, да. Фестиваль прошел очень красочно, масштабно. Мы не ожидали, что будет такая огромная поддержка от наших партнеров, от наших участников фестиваля. Конечно же, нас выручили резиденты. Наши гости, никто не ушел с пустыми руками. Все остались довольны, получили свои подарочки, так как у нас был розыгрыш призов. На этом наш выпуск завершен. Сразу после него смотрите рубрику «Полезно знать». С вами была Татьяна Тункуйсю. Всего хорошего. До свидания. Если вы собрались строить дом, дачу или гараж и хотите сэкономить, то вам подойдут блоки из газобетона компании Сибит. Он теплый, прочный и негорючий. Экологически чистый продукт, а самое главное, дешевле любого строительного материала. Его вы можете приобрести в магазине «Рассвет» по самой выгодной цене и в любом объеме. Также в магазине «Рассвет» имеется собственное производство металлических ворот по индивидуальным размерам и установкой за короткий срок. При магазине имеется выставка ворот для частного сектора и дачных участков. Все имеется в наличии и на складе от «Эконом», «Дача», «Стандарт» и под индивидуальный заказ. Также действует скидка, рассрочка на три месяца. Магазин «Рассвет» город Канск, район поселка «Рассвет», улица «Центральная», труд «Дом 1». Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Мы хотим, чтобы рекламу хотели. Телефон рекламной службы 5-го канала. 2-17-61. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова